Привет всем! В сегодняшнем видео буду продолжать сборку немецкого трехосного грузовика Henschel 33D1 от компании ICM. Сегодняшняя сборка будет касаться элементов ходовой, а именно затронет раму, трансмиссию, задние мосты, а также колеса. Как говорил в предыдущем видео, придерживаться инструкции я не буду, поскольку она предлагает собирать единой деталью элементы двух задних мостов, а также валы, которые их соединяют, одной деталью еще до установки на раму. Но поскольку валы не смогут правильно спозиционировать размещение двух задних мостов до установки на раму, поэтому предлагаю начать сборку с подвески и уже на ней позиционировать правильно мосты и далее соединять их валами. Как видим, конструкция задней подвески достаточно интересная и необычная, если сравнивать ее с другими автомобилями. Две горизонтально размещенных рессоры крепятся к раме автомобиля в центральной части, а на краях имеют элементы крепежа осей задних колес. На раму предварительно установлены петли, которые сделаны для того, чтобы удерживать два задних вала, а также, как можем наблюдать, не склеенная конструкция задней подвески позволит в дальнейшем правильно разместить крепежи колес по горизонтали относительно рамы. Поэтому склейку в целом этой конструкции отложу на дальнейшие этапы. Сейчас главное правильно разместить элемент подвески относительно рамы и выдержать равное расстояние до начала каждой из задней оси. В собранном виде будем иметь следующую конструкцию. Элемент подвески крепится к раме, как я говорил, по центру. И два элемента крепления колес размещены на равном расстоянии от рамы. Теперь главное сделать точно такую же процедуру для элемента подвески с противоположной стороны рамы. Ну а перед данной установкой запустим в отверстия и разъемы элементы осей задних мостов. Как видим, сейчас идет установка заднего моста. Мост уже полностью собран. На нем установлены все элементы, что касается как и приводов колес, так и приводов задних барабанных тормозов. В принципе, в сути установки правильно сопоставить детали в соединении ось-вал-отверстие. Для этого нужно посмотреть, чтобы в отверстиях не было никакого облоя и диаметры совпадали так, чтобы стыковать детали без какого-то физического воздействия, поскольку это может поломать и до того хрупкую конструкцию. Все. Устанавливаем вторую деталь. Это средний, скажем так, мост, точнее передний мост задней подвески. И данную конструкцию замыкаем с противоположной стороны элементом подвески, который включает в себя рессоры, а также элементы крепежа колес. В результате данной сборки получим полностью готовую заднюю подвеску данного грузовика. Как говорил ранее, элементы подвески, которые включают в себя рессоры, я не склеивал. Они находятся в подвижном состоянии. И окончательную склейку я выполню, когда валы будут размещены на равноотдаленных расстояниях от рамы. Поскольку автомобиль трехосный и неправильное позиционирование какого-либо, точнее какой-либо из оси может произвести к тому, что определенные колеса будут висеть в воздухе. Также есть еще один секрет для того, чтобы правильно разместить все колеса на одной плоскости, но об этом я расскажу немножко позже. А теперь, пока конструкция собранных деталей не мешает установить элементы пневматической трассы на привод задних тормозов, я установил имитацию пневматических тормозных трубок из медиа. Далее приступаю к установке элементов передней подвески. По поводу того секрета, который говорил, что есть еще один вариант правильного размещения колес. Этот вариант это установка передней оси после сборки задних колес. Когда мы будем иметь полностью собранных четыре задних колеса, может быть так получится, что они будут не совсем на одной плоскости, если поставить машину горизонтально. Поэтому за счет наклона передней оси, либо размещения ее чуть выше или чуть ниже, мы можем добиться правильного размещения всех колес на данном автомобиле. Когда силовые детали установлены, можно приступить к деталировке конструкции различной мелочевки. Сейчас на очереди идет установка рычагов тормозной системы центрального вала или передней оси задних колес. Этот рычаг будет установлен на вал режима барабанных тормозов и будет соединен с тормозной системой двумя длинными штангами. Они уходят согласно инструкции модели, а также фотографиям прототипа в переднюю часть. И я могу сделать вывод, что это скорее всего элементы стояночного тормоза. Либо так были реализованы и ходовые тормоза. Задняя ось за счет пневматики, центральная ось за счет механики. По поводу штанги, которая сообщает данный рычаг непосредственно с самим валом разжимного кулака. Данная деталь, скажем так, не имеет своего посадочного места. И ее можно спозиционировать произвольно. Поэтому стоит уделить немножко времени для того, чтобы правильно и параллельно разместить этих два рычага. Что касается тормозной системы данного грузовика, в отличие от группа, пневматика не управляет двумя задними асами, как я сказал чуть-чуть ранее. А управление тормозами, скажем так, сделано комбинированно. Вот так будет выглядеть установлены данные рычаги. И далее приступим к установке самих продольных штанг. Еще один из немаловажных элементов деталировки автомобиля, что не предлагает сам производитель, это выхлопная система с проделанным отверстием в выхлопной трубе. Даже профессионально сделанные модели иногда портят впечатление о себе за счет того, что такие вещи, как пулеметы, либо выхлопные трубы, не имеют в своей конструкции отверстия. Поэтому при помощи обычного монтажного ножа можно данное отверстие воспроизвести. И сейчас я даже говорю не о каких-то там доченых стволах или о выхлопной системе из металлических трубок. Банальная обработка из коробочных деталей всегда поможет улучшить внешний вид модели. Как видно на передней ось уже установлен, скажем так, на передней ось установлена ось, такая тавтология, но она еще не закреплена. Я это сделал для того, чтобы сохранить расстояние между крепежами передних ресурсов. Сейчас буду устанавливать рычаги и тяги тормозной системы, которая ведет от кабины до центральной оси. Данная система чисто механическая и те предположения, что это стояночный тормоз, скорее всего, такими и есть. Данные рычаги через тяги и систему различных рычагов уходят от центральной оси в подкабинное пространство и, вероятнее всего, там соединены с рычагом ручного тормоза. В принципе, данная конструкция схожа с конструкцией группы L3H-163. У него также рычаги задней тормозной системы соединены как с пневматической системой тормозов, так и механические рычаги уходят в подкабинное пространство. На очереди еще сборка Мерседеса. Из этой серии трехосных грузовиков будет также интересно посмотреть, как данная система была реализована у производителя Мерседес. А в следующем видео по Henschel планирую разбавить такую банальную сборку демонстрации интересного представителя производства Henschel. Да, Henschel был достаточно интересным представителем промышленности Германии во время Второй мировой. И об этом свидетельствует его разноплановость в производимой технике. Сейчас в процессе установки тормозных тяг нужно обратить внимание на то, что площадь соприкосновения деталей достаточно маленькая. Стоит выжидать определенное количество времени, чтобы клей схватился. Но в свою очередь стоит все время мониторить правильность размещения этих деталей, поскольку неправильный угол наклона. А такое может быть, поскольку у деталей нету жестких посадочных мест. В целом неправильное размещение их может произвести к тому, что цепочка сборки может в каком-то месте не застыковаться. Это конечно мелочи и в подкузовном пространстве этого в целом видно может и не быть, но все же общее впечатление, даже какое-то личное, у модели от этого может испортиться. В принципе, тонкие направляющие в виде этих тормозных тяг за годами у i7 стоит только лучше. Раньше, насколько помню, любая такая мелочевка была достаточно хрупкой и практически каждая деталь была сто раз переклеена. У данного набора таких косяков я не замечаю. Сборку ходовой закончу тем, что соберу корпус двигателя для того, чтобы в дальнейшем производить окраску и размещать на нем прочую мелочевку в виде различного оборудования двигателя. Также много времени потянуло на себя доведение до ума колес. Это зачистка облоя по центру протектора, а также устранение различных дефектов литья и прокраска самих колес. В целом двигатель установлен, сложности никакой не было, так как в первой части видео я говорю, что стоит достаточно много времени уделить правильности позиционирования нижней части двигателя. Если этого добиться, то в целом дальнейшая сборка никаких трудностей не составит. И в завершение продемонстрирую колеса. Они окрашены, а также немного нанес туда смывки для того, чтобы подчеркнуть различные рельефные элементы данных колесных. Дисками их не назовем. Это, скорее всего, сборная конструкция колеса с опытом и центральной частью, выполненные в виде отлитых спиц. А на этом все. Спасибо за внимание. До новых встреч и пока! Субтитры создавал DimaTorzok